с покупочкой тебя геннадий с покупочкой хоть и небольшая покупочка но все же все же все же упаковочка смотрите какая красивая чайничек электрический в мастерскую чайничек и что за очередное гуанчжоу ты приобрел а гена опять купился на дешевку почему не сименс не филипс а опять какую-то ариту купил то рассказывал что вот он старичок а в верлоне до ролик даже снимал за него верлоне чудесный нержавеющий чайник со следами ржавчины до ржавчины а ну о нержавеющий чайник китайский нержавеющий чайник но на удивление внутри посмотрите еще очень даже ничего ничего ну вот следы ржавчинки да перестал вот он отбивать отбивать мало того он гад когда парует у него пар идет отсюда из ручки и легко вот так взяться и обжечься слушайте но это блин это прикол какой-то до 140 гривен 140 гривен за гривну сейчас дают 28 гривен доллар да давайте же разделим на 28 гривен равняется 5 долларов 5 долларов вы будете его за 5 долларов ремонтировать а откуда там пар идет и вот эта ржавчина она же все она убивает там всякое желание он вид потерял понимаете вид потерял ну распаковываем же этот гуанчжоу вот достаем 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 что же мы тут за 5 долларов 5 долларов что мы купили что мы купили давайте сравнивать давайте сравнивать вот он верлоне так подошва нет другая я думаю это один и тот же завод а ну-ка так а здесь что похоже да но такой наклеечки красивой нет в водах давайте посмотрим верлоне верлоне так ну в общем то устройство одинаково так дальше чайничек смотрите какой блескун чека есть точно такой покрашенный такой фиолетовый цвет и стоит на 3 доллара дороже не купились мы не купился на покрашенный мне нужную мастерскую недорого недорого ручка ручка что-то мне сдается вот она здесь текла на старом чайнике вот сюда паршала здесь как-то так вот рукой возьмешься то вроде бы пусть пару вверх идет не не обожжет так открывалка на этом чайнике но никаких там кнопочек и ничего лишнего внутри да но это будет у меня технический чайник он с этого момента переводится в режим нагрева воды для мойки рук а вот этот у меня будет для чая вот этот у меня будет для чая посмотрите какой красавица и опять же же интересно а вот это нержавейка она тоже нержавеющая или ржавеющая вот вот и проверим ну а зачем переплачивать я вам скажу вот по отзывам моих клиентов взяли там и подороже и взяли и хорошо подороже так там вот портится не нержавейка там портится другое то трубочки то пластик трескается вот тот н вот там вот гниет нержавеющий в некоторых очень нержавеющих чайниках так что нет смысла наверное брать дорого посмотрите какой красавец ну к чему вы тут даже золото у него смотрите золотой он там на контактах а этот старый золотой а здесь сэкономили золото видите только на штырёчках и на боковом контакте а здесь прямо вот красота золотая ну что поздравьте меня с покупкой идите быстрее ищите по акции 140 гривен а это же шара ребята по весу вот так тяжелее по весу что-то я наверно ну вот игра игра ребята интересно посмотрим сколько это доржавление проживет а поржавеет купим новый ну за 5 долларов извините ну кто его будет ремонтировать но согласитесь ваши отзывы и замечания спасибо за внимание кипит красава кипит знаете что вот в этих чайниках с нержавейки они все равно воняют воняют пластиком у меня дома нет электрических чайников я дома пользуюсь хорошим чайником из нержавейки на газовой плите не нравятся мне дома ну вот здесь газа у меня нету как выход мне все-таки электрический здесь удобнее ну вот короткий провод я уже внесу конструктивные изменения вот этот провод конечно же удлиню наверное посмотрим мне не нравится так кипит ну давай же это капельки не оттуда это я видно заливал и пролились так и пиарита будет ли запах неинтересно и как вот он запарует отключится мы сейчас с вами посмотрим извините за ожидание первое испытание я же должен вам полностью показать чудесный чайник из нержавейки недорого и сердито вот прослужит это хорошо купите такой же блестящий новый красивый спасибо китайским братьям за нашу счастливую жизнь если бы не они с ихними дешевыми руками этот чайник бы у нас тысячу гривен стоил произведенный на наших заводах я думаю такой уж у нас маркетинг и зимнее отопление цехов идет в расчет и большие зарплаты директоров менеджеров им же нужно есть здесь на карибы вот за 10 чайников в месяц надо сделать 10 чайников в месяц и чтоб все руководство могло раз в год на карибы слетать вот поэтому чайники были бы по 1000 гривен а так 5 долларов это здесь у нас 5 долларов там наверно по доллару в китае ну и хорошо я желаю процветания китайским производителям ну чтоб конечно они окружающую среду свою берегли жалко я тосную какой китай красивый в роликах разных на ю тубе мне очень нравится смотреть и за их не базары их не кушанья вот природа у них красивейшая особенного там юг китая ой красота жаль если эта территория вот будет засорена промышленными отходами так кипим порог пошел а ну-ка дружок все четко все четко сработало давайте еще раз попробуем они попробуем видите все чуть не забыл а как же запах так на крышечке вот такие у нас капельки пара запах а ну-ка нюх-нюх наф-наф ребята очень неплохо очень неплохо мне кажется вот вот в этом варлоне он до сих пор воняет а когда закипит а фу ну вот честно вам говорю а вот этот что-то мне уже понравился по крайней мере запаха такого ядовитого китайского пластмассовая не слышу посмотрим еще покипит несколько раз я думаю еще скажем лучше станет вот так вот